Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, и сегодня у нас будет новая серия на проекте Родина Роллиплей Центральный Округ, мне здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить мою неприентацию, также можете вводить мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет очень интересная серия, будем дальше смотреть обновления, а именно сегодня мы посмотрим работу дальнобойщика, потому что, как я слышал, там изменили зарплату получается, и там теперь больше платят, и там новые прицепы и новые фуры, поэтому сегодня мы все это посмотрим, я честно еще не смотрел вообще никак, ни глазочком никак вообще не смотрел, поэтому сейчас будут мои живые эмоции вообще, посмотрим как это все выглядит, и вообще посмотрим сколько мне будет платить. Я вам напоминаю то, что у меня максимальный скилл дальнобойщика, я его покупал еще давно за донат, поэтому мне будут платить довольно-таки много, я на это надеюсь. Ага, мы можем работать на мерседесе, оказывается. Все-таки я был прав, когда снимал видос, помните про модпак, говорил то, что возможно на этом мерседесе можно работать. Вот, получается, у нас здесь новые фуры стоят, мерседесы, и новые прицепы также само стоят. Вот, можем посмотреть на эту всю красоту, и теперь можем взять и поработать. Мне платили, если я возил бензин, это было 2000, получается, за 1 литр, мне платили 83 тысячи, по-моему. Сейчас посмотрим, сколько мне сейчас будут платить, если что, это не моя машина, пацаны, я ее просто через заминку создал, я себе еще не купил ее. Все, я арендую машинку, и давайте сейчас будем работать. Конечно, едет она очень медленно, эта тачка, хотелось бы реально быстрее. Выглядит, конечно, очень классно, но хотелось бы хотя бы немножко, чтобы она быстрее ехала. Так, подцепляемся, выберите понравившийся заказ. Будем, конечно же, брать, где больше платить. Так, надо смотреть, где платят 2000. Так, заправка, окружная Арзамас. Вот, сюда надо ехать, здесь больше всего платят. Не, ну, выглядит симпатично, конечно, такая фура теперь, знаете, более такая элитная, можно сказать. Прицеп вот такой теперь симпатичный. Но самое главное, сколько же нам теперь будут платить? Навык дальнобойщика стоит 600 АЗ монет. А раньше, по-моему, максимальный навык стоил там около 120, либо 150 АЗ коинов. Ладно, я, так скорее всего, не буду дорогу снимать, потому что в этом нет смысла. Моя суть сегодня, это посмотреть, сколько нам заплатят. Итак, я уже подъезжаю к заправке, находится она возле АБ. И сейчас посмотрим, сколько же нам должны заплатить. 16 тысяч всего лишь нам заплатили. Заказ успешно выполнил, получили 16 тысяч. Мне, как бы, платили раньше 80 тысяч за рейс. Сейчас же мне платят 16 тысяч за рейс. Ну, то есть, чисто мне я заработал 7 тысяч, но это пиздец мало, блядь. Раньше много больше было. Может, есть смысл пойти просто работать на перевозку патронов? Может, там будут больше платить? Я просто реально не знаю. Потому что, ну, блин, как-то мало очень. Можно, конечно, еще раз рейс отвезти, но, блядь, это очень мало, пацаны. Это очень мало просто. Это максимально мало. Я раньше зарабатывал, блин, в 6 раз больше. А сейчас мне заплатили всего лишь 16 тысяч. Ага, пацаны, я нашел, короче, стоянку мотовозов. Вот здесь надо возить патроны. И вот здесь у нас тоже новые фуры стоят, как раз. Вот это круто. Я все-таки прохочусь на этой фуре. Так, но давайте арендуем. Кстати, да. Ну, бля, я вообще мало заработал. Тут аренда, кстати, 1000 рублей стоит. А где бензин возить, аренда стоит 20. Так, отлично. Все, заводимся. И вон у нас есть прицепы, вот такие вот, на которых мы можем возить патроны. Просто мне интересно, может здесь хотя бы нормально платят? Потому что, ну, реально это пиздец. Типа, раньше за то, что ты возил бензин, платили нормально, типа, а сейчас платят какую-то вообще хуйню. Может, я, конечно, что-то не понял. Может, я, типа, бензина помало привез. Ну, короче, хуй знает, пацаны. Можно будет, конечно, еще один рейс сделать. Так, нам нужно куда поехать? Арзамаз 2. Ваш навык дальнобойщика, вот, 1022. Зарплата плюс 16 тысяч рублей. Чем выше навык дальнобойщика, тем больше рублей вам будет прибавляться при перевозке груза. Также навык дальнобойщика повышает максимальное количество топлива, которое вы можете перевозить. Цистерни для АЗС. Доступно для перевозки 4000 литров. Бля, только что, короче, чувак начал меня деймить и потом вофнулся, когда я с машины вышел. Походу понял то, что я администратор, но я успел это зафрапсить, поэтому я его наказать, к сожалению, не могу. Ну, реально дебил просто. Я еду себе, никого не трогаю, начинает мне подрезать. Потом выходит, по мне стреляет, ебать. И потом оффается, как просто крыса. Жалко, это не зафрапсил, так бы я ему наказание бы хорошее выдал. Может, даже бамбы выдал, просто ему за офф от наказания. Короче, я ехал и заметил то, что здесь вот такой вот парк сделали. Смотрите, как красиво все выглядит. Какой-то переходик еще сделали, красивый. Ну, реально, блин, красавцы просто, Родина. Вот, насчет маппинга, насчет интерьеров, они просто лучшие, я считаю. Вот, лучше их никого нету. Вот, реально, насчет интерьеров и маппинга, насчет Родины, лучше никого нету. Ну, и зачем мы деймим потом оффаемся? Вылетело у него, блядь, пиздобол просто вонючий. Был бы у меня фрапс, блядь, я бы его забанил, отвечаю. Я бы его забанил на один день, хотя бы. Но, к сожалению, фрапса нету, поэтому я ему сделать ничего не могу. Ну, что ж, пацаны, я уже довожу. Но, мне кажется, мне здесь меньше заплатят, чем там. Так же самое, 16 тысяч мне заплатили. А что это за прикол, я не понимаю. Вы получили процент от выручки в размере 16 тысяч. То есть, больше я заработать не могу. Вообще никак, да? Почему? Здесь стояло за типа патроны, 5 тысяч стоит. А я получаю, пацаны, по КД 16 тысяч. Что это за прикол? Может, это бах какой-то, пацаны? Я не знаю, короче. Я поработал и там, и там. Но больше мне, наверное, понравилось работать на этой фуре. Она такая более, знаете, интересная. Это более лучше едет даже, чем другая-то, Мерседес. Поэтому мне здесь понравилось больше. Но платят одинаково, что там, что там. Вы сами видели то, что у меня максимальный скилл дальнобойщика. И почему-то мне платят и там одинаково, и тут одинаково. То есть, разницы вообще никакой нету. Где бы я не работал, хоть и бензин вводишь, то же самое. Как бы патроны вводишь, тоже то же самое. Поэтому я хрен знаю, пацаны. Возможно, эту работу еще не доработали. Типа, ну, может, еще не сделали, как они думали, как они хотели. Потому что повышение зарплаты я точно видел. Я видел только понижение зарплаты.